Это новости нашего города. Меня зовут Алена Гуричева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Вперед к перспективам. На Ямале требуются бизнес-проекты в сфере услуг и локального производства. Итоговая аттестация. Выпускники написали первый ЕГЭС. Чем новым столкнулись они в этом году и были ли попытки списать. И легенда ямальской медицины. Последний рабочий день в ноябрьске прошел у Сергея Гутова. Итак, на Ямале требуются бизнес-проекты в сфере услуг и локального производства. По мнению директора департамента экономики округа Светланы Гусевой, прежде всего спрос формирует население. А малый бизнес ориентирован исключительно на спрос. Самый большой потенциал для развития малого бизнеса кроется в сфере услуг, а также локального производства. В данном случае имеется в виду, к примеру, производство хлебобулочных изделий. То есть все то, что имеет ежедневный спрос. Кроме того, в приоритете остаются все виды производства, медицинские услуги, туристические проекты, развитие частных детских садов. Поддержать финансово предпринимателей в этом направлении округ готов. Агентство стратегических инициатив опубликовало результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В него вошел 21 субъект, среди которых регионы Южного и Среднего Урала. Челябинская область попала в середнячки, а Свердловская в отстающие. Как выяснилось, лучше всего малый и средний бизнес чувствует себя в Калужской, Ульяновской, Костромской областях, а также в Статарстане и Красноярском крае. Самый неблагоприятный инвестиционный климат в России в Свердловской области, Ставропольском и Приморском крае, а также в Санкт-Петербурге. Ямал в этом списке не фигурирует. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев выступил с докладом на Общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов России в Санкт-Петербурге. На Международном экономическом форуме он представил инновационный и научный потенциал, возглавляемый им территорией. Итог выступления Тюменская область стала 14-м членом Ассоциации. Решение принято единогласно. В своем выступлении Владимир Якушев отметил, что вхождение в данное сообщество откроет возможности для обмена передовыми практиками, накопленным опытом использования ресурсов общероссийских институтов развития. Тюменская область, в свою очередь, готова предложить партнерам наработки в сферах, в которых она является общепринятым лидером. Это все, что связано с нефтяным и газовым сервисом, все, что связано с добычей углеводородного сырья, с переработкой и с транспортировкой. Вся научная база сегодня находится в Тюмени. Она уникальна, эта научная база. Такой базы просто нет ни в одном регионе. Поэтому это направление одно из самых сильных, и мы должны в этом направлении двигаться и представлять его в ассоциации. И, естественно, то, о чем я сказал, это институт Криосферы. Он тоже единственный в Российской Федерации. И учитывая сегодня о том, что Россия планирует активно заниматься Арктикой и Шельфом, естественно, этот институт будет востребован. Основная волна единого госэкзамена стартовала без технологических сбоев, заявил сегодня глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов. Вот что он сказал в частности. Считаю, что старт основного этапа сдачи ЕГЭ проходит без сбоев. 26 мая школьники сдавали литературу и географию. Мы рассчитываем, что ребята основательно подготовились к этим предметам и смогут честно проявить свои знания, отметил глава ведомства. Уже неоднократно говорилось о том, что в этом году пропускной режим на всех пунктах сдачи ЕГЭ ужесточен. В том, что это на самом деле так, убедилась наша съемочная группа, которая в понедельник наблюдала за тем, как встречали первых экзаменуемых. Все ознакомились, кто в какой аудитории, чтобы потом ажиотажа у нас не было. Приготовили паспорт, и, как я вам уже говорил, телефоны, все это вы сдаете, если вдруг даже взяли с собой сопровождать. Последний вводный перед входом в пункт сдачи экзамена. О том, что в этом году правила ужесточены, школьникам говорили за дня в день. Несоблюдение даже элементарных могут привести к тому, что экзаменуемый будет удален из аудитории. Подростки волнуются, но в приметы верить не перестают. Страиваю себя, что я не волнуюсь, чтобы все получилось. В паспорт положила листочек, я все сдам. И воскресательный знак. У меня такая же примета, тоже в паспорте лежит листочек. Ну, а вообще, надеюсь, что мы все хорошо все зайдем, потому что целый год готовились, не зря живись. Справедливость должна восторжествовать. Счастливый билет с собой. Что за счастливый билет? В автобусе, да. Я человек не суеверный, но говорят, там, пятачок надо положить под правую пятку. Халява, бреди, но вчера я кричал. Только вот рассчитывать на действия и примет педагоги не рекомендуют. Они настаивают на том, чтобы дети собрались, сосредоточились, включили логику и вспомнили все, чему их учили 10 лет. Ну, они у нас молодцы. Им удачи, всем удачи. Ни пуха, ни пера. Выпускники улыбаются. Многим это нововведение напоминает пункт досмотра в аэропорту. Только что одежду и обувь, шутят они, снимать не заставляют. А так схема схожа. Проверка документов, металлодетектор, телефон и другие металлические приспособления на стол. Сумку сюда, паскору сюда. Не надо раздеваться, раздеваться, паскору ударить. Даже по местам школьников рассаживает компьютер. А для большей честности в этом году варианты Кимов, так называется пакет с документами, разработали для каждого часового пояса свой. То есть задания, которые к этому часу уже решены на Дальнем Востоке, в интернет и школы центральной части России не попадут. В целях предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в аудитории ПП ведется видеонаблюдение. Так что о шпаргалках или других каких-либо подсказках и речи быть не может. Здесь вариантов использовать ее нет никаких, потому что наблюдение камеры. Ну, конечно, ответственность у детей большая в наше время. Нынешнее очень сложно списать что-либо. Поэтому только приходится рассчитывать на свои мозги. Светлана Коробкова – продавец-консультант. На работе сегодня взяла выходной. Ее дочерям с дачи ЕГЭ предстоит хоть и не скоро. Заботливая мама уже сейчас хочет прочувствовать атмосферу изнутри. Вот и вызвалось быть общественным наблюдателем. У меня две дочери учатся в гимназии. В будущем будут выпускницами этой гимназии. И меня интересует сама процедура проведения экзаменов. Как проходит, в каком ритме, как настроены организаторы, дети. В общем, и с целью такой вот на будущее я решила поучаствовать в этом мероприятии. Три часа школы номер 6-12 и школы Вангапуровского сегодня находились в центре внимания. Первый госэкзамен проводили здесь. Географию и литературу писали 80 11-ти классников. Результаты огласят 5 июня, а следующий назначен уже на 29 мая. В четверг выпускники продемонстрируют свои знания по русскому языку. Одному из двух обязательных предметов. Оксана Балун, Юлия Москарик, Анатолий Присич. Новости нашего города. Напомню, волна ЕГЭ стартовала вчера, 26 мая. Школьники сдавали литературу и географию. Далее, согласно расписанию, обязательные русский язык и математика. Они назначены на 29 мая и 5 июня соответственно. 2 июня пройдет ЕГЭ по иностранным языкам и физике. 9 по информатике, биологии и истории. Завершат череду испытаний общество знания и химия 11 июня. Школьники, результаты ЕГЭ которых будут аннулированы за использование мобильных телефонов во время сдачи, смогут пересдать свои работы не раньше лета 2015 года, сообщает Тетартас со ссылкой на Рособорнадзор. Что касается ноябрьска, то в городском департаменте образования заверили, первая волна госэкзамена прошла без сбоев. Никто из экзаменуемых списывать даже не пытался. Сложнейшие хирургические операции пациентам с редкими патологиями теперь проводят и на Ямале. Буквально на днях хирурги Салихарской окружной клинической больницы спасли жизни 12-летнему мальчику и женщине, которая в приемное отделение поступила экстренно. Подобных операций на Ямале прежде не выполняли. Так что, говорят врачи, если ямальская медицина будет и дальше развиваться стремительно, то, возможно, уже в ближайшее время все меньше больных придется направлять в дорогостоящие клиники страны. Работая по ночам и в праздники, не щадя себя, прошел последний рабочий день у известного ноябрьского травматолога, доктора медицинских наук Сергея Гутова. Почти 28 лет он возглавлял травматологическое отделение городской больницы. Сотни спасенных жизней, тысячи операций, молодые и перспективные кадры, которые сумел воспитать доктор. Наша съемочная группа провела последний рабочий день в ноябрьской ЦГБ вместе с легендой ямальской медицины. Вот ушиб мозга. Такие ушибы мозга, они не нуждаются в оперативном лечении. Сколько таких вот снимков прошло через его руки, травматолог высшей категории Сергей Гутов уже не вспомнит. 40 лет он отдал медицине, можно сказать, с нуля, организовал в ноябрьске травматологическое отделение. И сегодня наши врачи выполняют сложнейшие операции, дающие надежду даже в самых безнадежных случаях. Мы оперируем, допустим, в год, ну, человек 30, трепанасы черепа, убираем гематомы там и прочее. Ну, из них умирает, ну, 4-5 человек умирает, ну, с тяжелейшими травмами. На этих кадрах за работой талантливый ученик Сергея Петровича, травматолог Сайфуддин Назиров. Собирают поломанную ключицу. Здесь оскольчатый перелом левой ключицы со смещением отломков. Сейчас мы производим открытую репозицию сопоставления отломков. После доктор зафиксирует ключицу специальной пластиной. И, проснувшись от наркоза, пациент начнет вполне активную жизнь. Ой, у меня была хорошая проблема. Нога хорошо была поломана. Ну, врачи собрали, все, молодцы. Как пример, Петра Пономарева только вчера прооперировали, а пациент уже хвастается. Начал вставать и ходить на костылях. Его соседу по этажу повезло меньше. У этого мужчины перелом позвоночника. Как дела? Увек чужий, по сравнению. Немножко привыкаешь? Да. В 86-м году, когда Гутов приехал в Ноябрьск из Новосибирской области, невозможно было представить, что на Крайнем Севере будут делать подобные операции. На первых порах, признается Сергей Петрович, нервотрепки было много. Приходилось постоянно учиться и работать за троих. Только в соседний Муравленко он летал каждую неделю. Мы сидим за столом 1 мая. Звонок. Черепно-мозговая травма. У ребенка Муравленко, там 8 лет. Я говорю, давайте вертолюд, слетаю. И прилетел туда ребенка, прооперировал только. Ну, открылся, а там опухоль была у ребенка. Закрылся и отправили в Москву, ну не знаю суть. Почти 28 лет Сергей Петрович возглавляет травматологическое отделение города. За это время достижений много. Этот патент – авторское право на уникальную операцию по устранению шишек на пальцах ног. То есть я делаю операции, а на костях я не работаю. Я работаю на сухожилиях и мышцах. А этого никто не делает. Сергею Петровичу скоро 65. В свои 60 он защитил докторскую диссертацию. Не топтаться на месте призывает и своих молодых коллег. Это наш шеф, это наш учитель, который очень многому научил, лично меня. Тем более тем азам, тем определенным навыкам в травматологии ортопедии, которые абсолютно незаменимы. Их нигде ни в какой книге литературе не найти. Даже в последний день он разглядывает снимки рентгена и дает советы по лечению. Поэтому коллеги Сергея Петровича до сих пор не могут поверить в то, что их наставник и друг уезжают. Я просто не представляю себя, если честно говорить. Я просто себе не представляю, как мы будем походить на работу и будем знать, что он где-то уже в другом месте. Впрочем, в Краснодарском крае, куда Сергей Гутов переезжает на постоянное место жительства, сидеть сложа руки он тоже не собирается. Говорит, хочется, чтобы накопленные знания и опыт помогали тем, кому это действительно нужно. Если, допустим, год-два проработал травматолог, он такого перелома никогда в жизни не увидит. Это просто уже глаз набит настолько, что это самое... По запаху профессионализма. Анна Новоселова, Григорий Куроптев, Анатолий Присич. Новости нашего города. Законопроект о зимнем времени рассмотрят 10 июня. Таковы рекомендации Комитета Государственной Думы по охране здоровья, сообщает Интерфакс. Ранее данный законопроект был рекомендован Комитетом к принятию, однако его рассмотрение отложили. Сделав реверанс в сторону правительства, депутаты обратились к Кабинету министров с предложением вернуть зимнее время своим постановлением и отвели на это срок 30 дней. Он истек 24 мая и, не получив ответа от правительства, парламентарии, как и обещали, возвращают в повестку работы весенней сессии, имеющейся на эту же тему законопроект. Он возвращает поясное время в России на час назад, а также предлагает регионам самим определиться, какой именно часовой пояс им удобен. К этому часу все о развитии событий. Смотрите в следующих выпусках новостей. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир